В последний день новогодних каникул в МГУ прошел день открытых дверей. В 2016 году ВУЗ планирует принять не менее 7 тысяч студентов. Будущие абитуриенты пришли познакомиться с ведущим университетом страны и новыми правилами приема. Подробности в сюжете нашего корреспондента. С Нового года система зачисления абитуриентов претерпела ряд изменений. Теперь поступающим за статус чемпиона-призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурполимпийских игр за победу на первенстве мира и Европы начисляется два балла вместо четырех. Столько же баллов принесет наличие золотого знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. Еще одно важное новшество при приеме на факультет журналистики абитуриенты будут задавать только письменный экзамен. Ну, наверное, главное то, что балл ЕГЭ повышается до 75 по профильному направлению, если человек пользуется золотой на Олимпиадах. В прошлом году было 65. Уменьшается и число попыток для тех, кто поступил без экзамена. Конечно, стать студентом МГУ всегда было непросто, однако абитуриентов это никогда не останавливало. Самый сильный вуз вообще в стране, потому что все остальные вузы для меня как-то не очень серьезные. Особенно учитывая, что факультет, на который я собираюсь поступать географически, я не вижу смысла поступать никуда на него, кроме как в МГУ. Кто-то уже определился с выбором факультета, другие же колеблятся. Я не знаю, физфак, химфак и физико-химическая инженерия. А кто-то решил начать подготовку заранее. Я рассчитываю, что за эти полтора года, которые у меня остались, ну в принципе можно подготовиться и быть уверенным в себе. Сориентироваться гостям помогают волонтеры-первокурсники. Многие вспоминают себя год назад, как впервые зашли в здание университета, сдавали экзамены, знакомились с одногруппниками. Это колоссальный опыт. Колоссальный опыт не только найти общий язык со студентами, но и с людьми, которые, профессора, которые уже очень многое знают о том предмете, который тебе предстоит изучать. И могут дать тебе не только вот знания по этому предмету, но и вообще. То есть вот какой-то жизненный опыт, как общаться с разными людьми. И это очень ценно. Напомним, МГУ занимает устойчивое первое место среди отечественных вузов в российских рейтингах и представлен практически во всех мировых рейтинговых системах. Университет продолжает развиваться, открываются новые факультеты, реализуются уникальные проекты, а главное, выпускники МГУ являются востребованные специалистами на рынке труда. Сергей Косинчук, Ксения Малеженкова, Дмитрий Джинджерация. Образовательный телеканал «Просвещение».